В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте! В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Тенденции в окрашивании волос в нашем городе сводятся к двум концепциям. С одной стороны, это яркие экстравагантные решения, с другой – очень естественные плавные переходы. Как в нашем городе прошли мастер-классы известного столичного колориста, смотрите прямо сейчас. Современные стандарты красоты, натуральности и естественности касаются не только макияжа, но и прически. Если раньше в моде был цвет, то сегодня это техника окрашивания – плавными переходами, бликами и эффектом выгоревших на солнце волос, как, например, амбре, шатушь и балаяж. Сегодня тренды в окрашивании задает колорист и звездный стилист Павел Шеф, который приехал с двухдневным мастер-классом в Челябинск. Сегодня для всех барикмахеров этого города мы проводим большой открытый мастер-класс Павла Шефа. Павел Шеф – это один из самых знаменитых колористов в нашей стране. Его успех оценен уже на международном уровне и действительно те техники, которыми он владеет, они уникальны, они авторские и приводят к очень потрясающим результатам. Обучение и посещение подобных мероприятий – это всегда толчок к развитию, толчок к тому, чтобы применить в салонной работе что-то новое, вдохновить своих клиентов, заработать хорошие деньги на этом и сделать много девушек счастливыми. Мастер-классы по колористике – это всегда возможность узнать авторские техники, оригинальные схемы нанесения осветлителя и тона. Создавать образ именно по цвету – это сложнее для меня, чем стрижка, и всегда было интересно создать цвет, который подчеркнет красоту и глаз, и оттенок кожи, то есть все это гармонично. Но, во-первых, это сложно, а мне всегда интересно, что сложно, потому что не каждый решится заниматься цветом, а мне это очень нравится, и это интересно, красиво. На сегодняшний день основным трендом в окрашиваниях является натуральность, плавность переливов, никаких жестких контрастов. И Павел нашел свой уникальный подход к классическим техникам балаяж. Это то, что сейчас получает максимальное количество запросов вообще в салонах красоты, и все парикмахеры уже переводят технику балаяж в разряд классических салонных, самых популярных техник. И уникальность спашного подхода в том, что эти техники он может делать очень плавными, переливами. Этот мастер-класс полезен тем, что он помогает оптимизировать свой рабочий процесс для мастеров, помогает делать быстрее, качественнее, лучше, ярче, красивее, более актуально. Очень много информации новой, слежу за ним в инстаграме, дает много позитивных эмоций, хочется учиться у этого человека. Ну, еще не так много всего произошло, но определенные техники и свои ошибки я уже увидела. Буду меняться, изучать их. В мастерстве колориста нет предела совершенству. Художник и перфекционист Павел Шеф готов разбираться в этом вопросе и дальше. Вдохновляют его любимые клиенты. А работа в салоне нравится ему настолько же сильно, насколько он любит делиться своими знаниями на мастер-классах. Вы смотрите Бьюти Тайм. Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. В современной моде с ее спортивной тематикой и тенденциям к стилю унисекс все-таки есть место для настоящей женственности. А значит, в каждом сезоне дизайнеры представляют модели платьев, которые выглядят не только современно, но и весьма оригинально на фоне практичных комплектов. Начиная с этой весны дизайнеры все больше погружают нас в эпоху 70-х. В платьях это длина миди, плессировка и подчеркнутая талия. Наравне с силуэтами 70-х никуда не уходит и объем. В свободных платьях уже уместно смотрится длина мини. В этом сезоне модные эксперты отмечают также в качестве тренда цветочный принт, представленный на черном фоне. Платья в актуальной красной палитре в современном прочтении – это простые чистые линии и архитектурный крой, а все детали ненавязчивые и деликатные. Стиль не только в следовании трендам, но иногда и в отвоевывании право носить то, что по душе. А потому засилье спорта и практичности на подиумах не должно никого останавливать встретить эту весну в новом платье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Медицинском центре наука красоты. 77 88 177 Студия красоты ГУФА. Подготовим к работе и празднику за один час. ГУФА. Работаем для вас достойно и доступно. Телефон 266 400. О популярности литературных вечеров в нашем городе говорит тот факт, что практически каждую неделю к нам приезжают выступать известные современные поэты. О чем рифмует прекрасная девушка Карина Абдулина узнала журналист «Бьюти Тайм» Элина Ахмедшина. Литературный квартирник, поэтические чтения в формате светского раута, возникшие два года назад, удачно прижились в Челябинске. Хотя бы потому, что на минувшей неделе прошла уже пятая встреча любителей стихов. И снова при полном аншлаге, и снова с настоящей поэтической звездой. Оказалось очень приятным то, что появилась возможность уже сделать пятый. Здесь, на этом квартирнике процентов 50 точно. Это тех людей, которые были в прошлый раз и просто нам доверяют уже в выборе площадки, в выборе поэта, в выборе формата. И это очень здорово. Лично для нас это, конечно, тот самый есть успех, когда у тебя есть поклонники именно бренда. И если на предыдущих встречах открывали вечер челябинские вип-персоны со своими любимыми стихами, то с юбилейного квартирника концепция изменилась. Свободный микрофон открыт для поэтов и авторских текстов. Помыта посуда, машинка строяет белье, сгущается сумрак в квартире, уснули дети. Она завершает просмотр сериала, встает и глает рубашку мужа за вид рассвете. Сорвется дождь с сухим вином и воздух пьян, а на тропе твоей давно растет бурьян. Седлаю черного коня, да на ветру я отберу тебя у дня, я отберу. За чашкой кофе поутру душа моя томеется, и мысли тянутся к одному. Я вглядываюсь в лица. Поскольку я была в декретном отпуске, так скажем, очень долго, в течение двух лет, это мое первое мероприятие с 2015 года, и в общем я очень рада, что я здесь. Поэт, наверное, я с рождения. Я пишу собственные песни, собственные стихи, свой репертуар полностью. Какой я поэт, очень сложно сказать. Я, наверное, поэт, во-первых, нервный, это самое главное. Насчет тем, о чем душа сейчас в данный момент болит, о том и будет писаться. Хедлайнер этого квартирника – Катарина Султанова, российская поэтесса и писательница, на счету которой два сборника стихов, сотрудничество с московскими театрами, а также видеопроект «Женщина с тысячами лиц» с участием знаменитых российских актрис. Как тебя накрывает его цунами, словно кончиком пальцев электричества подвели, как сначала эскрит, а потом нули. Мы подстраиваемся под стиль, под личность, под харизму того поэта, которого везем. То есть, когда это был Олег Груз, мы делали такой стрит-стайл, да, с роком, с рэпом связанный, вот такой уличный. Когда приезжала Юля Соломонова, мы делали такую отчасти демоническую женщину, женщину-вамп, у нас были алые цветы, то есть, да, мы подбирали антураж. Сегодняшняя поэтесса, она глубокая, умная, очень женственная. Ее стихи очень личные. Соответственно, и мероприятие, оно более камерное, я бы так сказала. Ну, потому что это личность поэта такая. То есть, вот поэт диктует, в общем-то, формат, а не мы сами придумаем. Стоющимся детским для мамы лицом утыкаешься в тоненькую ключицу. Ее сердце об сердце твое стучится. Люди так часто закрыты или стесняются, может быть, какие-то вещи показать. Мне так хочется проговорить все то, что находится у меня внутри, у каждого человека, сидящего в зале. Все равно это же какие-то энергетические блоки у нас в организме, да. И мне кажется, вот с помощью моих текстов, ну, я во всяком случае в первую очередь, да, если это получается сделать для других людей, это чудесно. Ты проживаешь, переживаешь и отпускаешь. А мы же склонны к тому, чтобы запрятать, закупорить, закрыть, забыть. А это же все равно фонит. И мне кажется, очень важно прям проживать моменты, дать себе свободу, чувствовать то, что ты действительно ощущаешь в данный момент. В личной беседе организаторы проекта рассказали, что в России, если и много поэтов, то вот совсем мало тех, кто имеет свою сценическую программу и готов выступать на публике. А между тем, желающих слушать стихи в наши дни предостаточно. Так что есть надежда, что за спросом поступят и предложения. Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. Красивая фигура – это всегда работа в двух направлениях. Мало найти хороший зал и профессионального тренера, важно еще и организовать правильное питание. Чтобы хватало сил для занятий, работы, учебы и прочих активностей, рекомендуется изучить ассортимент продуктов из категории «спортивное питание». Спортивное питание – это довольно обширная тема. Вообще, спортивное питание сделали для того, чтобы человеку облегчить ту или иную функцию. То есть, либо в зале, либо в жизни. То есть, это без разницы. Спортивное питание используется вообще, в принципе, везде. И в восстановительных целях, и в лечебных, и для тренировок. Всегда нужно знать, что спортивное питание – это не замена обычного здорового рациона, а всего лишь добавка. Благодаря ей можно добавить в свой здоровый рацион, внести какие-то коррективы, то есть, еще его лучше развить, улучшить. Белки называют строительным материалом организма. Они же отвечают за увеличение мышечной массы. Именно поэтому всем, кто занимается фитнесом, важно следить за нормой потребления белка. Это стандартная норма 2 грамма белка на 1 килограмм веса собственного тела. Очень довольно-таки тяжело, если по этой формуле смотреть, тяжело набрать белка за сутки, даже человеку, который немного весит. Поэтому протеины придумали, чтобы ускорить этот процесс, подходит для людей с избытком веса, кто не хочет набрать, но в то же время, как бы, добирать суточную норму белка. Здесь у нас представлены белки, то есть, белок идет сывороточный и ультрафильм очищенный, и получается казин. Казин, что это значит? Казин, это получается тот же самый белок, только длительного действия. Представлены батончики, они высокобелковые, ими очень хорошо перекусывать, как во время тренировки, так и после. И в течение, в принципе, дня можно использовать от 2 до 3 батончиков. Следующая группа спортивного питания направлена на повышение выносливости. Чтобы на тренировке оставались силы, можно воспользоваться энергетическими добавками. Только употреблять их важно под контролем специалиста. Такая категория, как притренировочный комплекс, это вот гуарана, энергетические гели. То есть гели удобны тем, что они как бы очень быстро поступают в кровь, то есть сразу же начинается уже реакция. Следующая группа – витаминно-минеральные комплексы, которые можно использовать со всеми видами спортивного питания, как во время тренировок, так и в обыденной жизни. Следующая у нас категория – это витаминно-минеральный комплекс. Здесь у нас присутствуют витаминные минералы в отдельном виде. Здесь уже так называемые паки. Следующая будет – это категория креатин. Креатин у нас используется, в принципе, для набора мощной массы. Очень хорошая именно кислота – л-карнитин. Она также, как я вам уже говорил, используется для сжигания. Ну и вообще она очень хорошо влияет на, в принципе, на здоровье человека. То есть это кишечный и желудочный тракт улучшает работу и сердечно-сосудистую систему. Получается, что правильное питание – это не просто полезный набор продуктов. Ведь обеспечить организму все, что действительно необходимо, овощи и мясо способны лишь в гигантских количествах. А чтобы восполнить недостаток важных компонентов, необходимы особые добавки. Вы смотрите Beauty Time, программу о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. В преддверии Чемпионата мира по танцевальному спорту организаторы заняты вопросами встречи гостей и проведения турнира, а участники усердно готовятся к соревнованиям. Также они участвуют в промо-мероприятиях, фотосессиях и флешмобах, чтобы привлечь как можно больше зрителей к этому уникальному по своим масштабам событию. В этом году огромное масштабное мероприятие – это Чемпионат мира и Кубок мира по танцевальному спорту, причем в категории профессионалы, признанные в своих странах, национальные чемпионы своих стран, чемпионы Европы и мира. Это титульный чемпион, поэтому здесь они завоевывают титул чемпиона мира. Соответственно, дали согласие для участия в соревнованиях. На сегодняшний день 26 стран. Плюс еще 4-5 стран мы пока в заявке, в рассмотрении. И, что немаловажно, зарегистрировалось 1500 танцевальных дуэтов. Это означает, что 3000 спортсменов мы уже готовы принять. В дни чемпионата на паркете покажут свое мастерство и взрослые, и дети. Возрастной разбег участников от самых маленьких до совсем взрослых. 6 апреля будут танцевать самые маленькие. Это будет Кубок губернатора, и в рамках него будет проходить массовый спорт. Массовый спорт от 5 лет. От 5 лет участники. И также в этот день танцует группа сеньоры. Группа сеньоры начинается от 35 до 65. То есть размах вот такой. Соответственно, и болельщики придут как за самых малышей болеть, так и за своих сеньоров. Но седьмого и восьмого это, конечно, уже начинается юниорский дуэт, это российские соревнования 12-15 лет. И мировой рейтинг от 16 лет. Молодежники 19 и 35 это старший состав. Ну и профессионалы, конечно, это уже взрослые, состоящиеся спортсмены, прошедшие все категории танцевального направления до этого. Ледовая арена «Трактор» рассчитывает уместить 4,5 тысячи человек. Это будут первые соревнования по танцевальному спорту такого уровня, который примет Челябинск. Кстати, за право проведения чемпионата мира Южный Урал конкурировал с городами Польши, Австралии и Израиля. Сеть фитнес-клубов «Космос» Чайковского, 58, Каслинская, 23. Дом эстетики и медицины «Формула». Все, что нужно для красоты, легкости и хорошего самочувствия. Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. Еще больше сюжетов о красивой жизни на нашем сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу beautytime, нижнее подчеркивание, ТВ. А на этом выпуск завершен. До встречи. Стилисты проекта. Модный дом «Я». Имидж-студия Елены Ивановой. Редактор субтитров А.Семкин